сейчас будем устанавливать защиту двигателя lada priora то есть вот здесь вот чтобы защитить вот этот вот картер картер масляный если на с одной стороны видите уже погнутый ну вроде как защита должна помочь хотя но мне непонятно защита если где-то ездить по сельским дорогам да может быть тогда нужна защита городской машине защита я думаю навряд ли нужно значит она будет ставиться как вот здесь вот впереди вот видите вот как серьга это или как правильно вот с левой стороны с правой стороны если по ходу она идет через вот эту балку вот она круглая балка вот этого через нее идет вот это вот такая же серьга и с левой стороны можно сказать ближе к левому крылу тоже вот такая же балка и серьга а сзади то есть там 4 балтика на 8 грубо говоря а здесь вот видите это крепление крепление ступицы к кузову вот она не знаю как и называется это место тут через стран блок конечно все крепится будет большая гайка на 19 отворачивается естественно шайбой гровера сюда это все одевается с правой стороны и и с левой стороны тоже самое если гайку я еще не снял сейчас я их побрызгаю vd-40 будем устанавливать вот брызгаем с одной стороны для того чтобы легче гайку заворачивать и с другой стороны здесь темней лампу нету третьей руки все сейчас буду ставить саму защиту ну естественно вот здесь вот тоже надо будет побрызгать впереди так выключалась все лампа контакт отошел здесь вот тоже сейчас побрызгал я болты это серьги правой левой теперь мне нужно открутить гаечки вот эти на 13 ну и попадать вот там а вот она сама защита это ее внутреннюю часть верхнюю показывают можно на видите такими звездочками ну сталь наверно миллиметра миллиметра два такое ощущение три даже видеть впереди такие звездочки для красоты наверно для того для не знаю для чего пробита видимо для того чтобы охлаждалась радиатор охлаждался грязи конечно здесь полно вес и и ну килограмм я не знаю даже сколько сейчас попробую примерно взвесить килограмм 12 точно есть то есть за собой таскается килограмм 12 сейчас я положу так вот на пол еще а это вот снизу и и снизу то есть то на что летела дорожная грязь все вот это вот все вот это вот зад ее это перед сейчас я зад заведу на большие болты наживлю а потом перед буду одевать еще раз не завел еще раз хочу показать тут вот видите вы такие вот ошметки эта краска вот он вот она в красках то но вот такими вот пластами уже слезла с нет не знаю сколько лет примерно года 3 ты защите вот она вся она вся пластами слазит что-то краска такая которая пластами слазит видите а там сзади завел вот эти два толстых болта как толстых 2 метров наверно 14 они сейчас вот покажу сзади вот они вот раз был и вот два завел а теперь мне надо будет ну чтобы она не соскакивала я же один вставляю а теперь надо будет передок вот на вот эти серьги в эти вот проушины вот они проушины но вот эти вот серьги заводить сейчас это сделаю он видите один болт затравил наживил а второй немножко неудобно приходится брать торцовый ключ вот такой и чтобы туда одевать так не очень то удобно вот видите одев прям положил шайбу и гайку вовнутрь головки засунул вот вот тогда я наживил можно сказать вот эту вот гайку наживил теперь надо немножко подтянуть ее и к следующей стороне приступать посмотрите перед первый болт вот который с гайкой я быстро раз и попал а второй целился целился не могу никак этот поддон или как защита тянет вниз и вот пришлось мне поставить домкрат домкратом подпёр я защиту и тогда резьба дальняя вылезла теперь можно спокойно наворачивать гаечку в принципе вот все затянуть и защита стоит задние задние болты гайки вернее лучше закручивать трещоткой потому что замучаешься подлазить этим ключом накидным да и передние лучше трещоткой только маленькой трещоткой потому что на 13 большой конечно можно но смысла нет инструменте есть и маленькие большие наборы вот точно так же и вот с этим с этой гайкой вот точно так же еще с этой поступлю закручу все трещоткой хорошо надо будет затянуть здесь все таки соленболки чтобы их меньше разбивала ну собственно докручу то я потом успею еще вручную вот сам сама защита как смотрится это вот меняю когда масло оттуда выбегает это вот масляная пробочка и видно он она защищает она так картер будем говорить может не защищает короче говоря защиту установили для тех кому интересно все же решил произвести замеры вот этот болт на который крепится может кому-то интересно именно размеры болт на который крепится защита задней его размер не получается замерить нормально мешает тут эта защита его размер 12 12 миллиметров диаметр самого самого этого болта гайка ключ на 19 и 2 здесь точно такой же темноте он оказывается все время вот он второй теперь толщина самой защиты вот видите краска тут маленькая отошла это вот это вот краска вот вот и вот без краски толщина защиты металла е-мое 3 миллиметра представляете 3 миллиметра толщина вот этой защиты но это я считаю чересчур представляете если эта защита погнется он тут все вырвет при ударе так может один поддон а так вот эти серьги все вот это все полетит к черту вот диаметр ход этих серег весель как правильно опять же вот такой степени тут неудобно расположен диаметр их 13 самих серик ну самих нарезанных части частей частей а шестигранник не шестигранник на 13 а сам диаметр на 8 10 еще сделано специально эти права как сказать прорези для болтов не знаю для чего этот болт его если разбирать снимать то эту защиту однозначно снимать все защиты имеет вот такой вот воздухозаборник вот этого звездочки наверно для красоты и одновременно слушать служат чтобы пропускать воздух ну и с этой стороны серга еще раз покажу все в принципе думал уже закончил видео а нифига он ведь и ключ торчит это вот специальное окошечко сделано для того чтобы можно было проворачивающийся болт вот с этой стороны трещотка мне как раз и начал проворачиваться я мог задержать также ключом на 19 накидным только а вот с этой стороны тоже есть окошечко вот видите вон он болт видно но он не проворачивался поэтому но это окошко но совмещает и я уже говорил пробку сливную масляную все все пока ставьте под до оставьте защиту поддона я бы себе не поставил честно говоря я живу в городе поэтому может мне это не так актуально всем пока